Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Лаесина. Добрый вечер. Итак, шесть букв, которые стали основным хэштегом сегодняшнего дня. Ну, собственно говоря, вот это немножко поподробнее. Итак, внимание, значок номера, решеточка, НПЗНаш. О том, что нефтеперерабатывающий завод передали в госсобственность, будем говорить в ближайший час. К нам присоединилась Валентина Шульц, руководитель секретариата Одесской территориальной организации партии БПП «Солидарность». Валентина, приветствую вас в эфире. Здравствуйте. Прежде чем начнем, напоминаю нашим телезрителям, что у нас открыты линии для голосования. Опрос сегодняшнего дня звучит так. Как надо бороться с кнопкодавами, лишать мандата административно, уголовно? Ну и прежде чем начнем говорить про НПЗ, давайте посмотрим небольшой информационный сюжет наших корреспондентов. Речь идет о спецконфискации в пользу государства имущественного комплекса предприятия. В деле об экспорте 700 тысяч тонн топлива под руководством Курченко подозревает 19 человек. Ущерб государству составил свыше 2 миллиардов гривен. Задержания проводились как в городе Киеве, в городе Борисполе, в городе Недипропетровске, в городе Одессе. Поэтому 19 человек понесут заслуженные наказания за совершенные преступления. Завод перешел в властность державы, в особе кабинету министров. Сподеваюсь на швидкий прозорый аукцион с приватизацией. Одесский нефтеперерабатывающий завод неоднократно становился причиной вопиющего нарушения законодательства в пользу олигарха Сергея Курченко, пишет нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. После его депутатского запроса прокуратура начала расследование по этому делу. Эта история началась со скандального решения одесского судей Зеленова от 18 августа 2016 года о регистрации задолженности предприятия перед бизнес-структурами Курченко в размере 14,5 миллиардов гривен, что составляло около 95% от общей суммы. Это означало, что предприятие снова оказывается под контролем уставленника семьи. Слаженная работа генпрокуратуры и одесского суда не оставили шансов преступным махинаторам. Была проведена экспертная оценка, которая подтвердила неправомощность долгов НПЗ перед компаниями Курченко. В конце мая олигарху направили уведомление о подозрении. Ему вменяется здание преступной организации и легализацию доходов, полученных преступным путем. Еще один топ-менеджер предприятия пошел на сделку со следствием. По предварительным подсчетам предприятие оценивается в 200 миллионов долларов. Правоохранители говорят, это самая масштабная конфискация за всю историю независимости Украины. Юлия Долганюк, Евгений Войтенко, Думская ТВ. Что касается меня, я думаю, что самая масштабная конфискация может быть еще впереди, если те 450 человек, которых задержали по делу о коррупции в налоговой, поделятся своим имуществом. Это будет самая масштабная, это так, ерунда. Но, тем не менее, генеральный прокурор, который так редко появляется на Фейсбуке, сегодня отчитался. Это вы расцениваете как знаковое дело для Украины? Ну да, на самом деле, все мы ждали этого решения, потому что суд затягивался с 2016 года. Был депутатский запрос народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по которому и началось это судебное расследование. Мы, как представители партии, активисты, неравнодушные жители, мы постоянно присутствовали на заседаниях, на судебных заседаниях. Постоянно менялся состав судей. Ну, то есть, то, что произошло сегодня... А специально затягивалось, товарищ взгляд? Да, специально затягивалось, потому что, во-первых, ну, если вернуться, да, к началу всей этой, как бы, тяганины, изначально НПЗ, получается, вышли протестовать сотрудники, которым не выплачивалась зарплата, они в 2015 году вышли протестовать под стены АГА, чтобы их услышали и выплатили им зарплату. После этого, где-то в январе 2016 года, Одесса Облэнерго начала дело, подала иск в хозяйственный суд и начала дело по банкротству Одесского нефтеперерабатывающего завода. И тут же появилась офшорная компания Курченко, которая оказалась основным кредитором нефтеперерабатывающего завода. И якобы у нефтеперерабатывающего завода долг 14,5 миллионов гривен. Ну, то есть, это фактически, если эти долги признать, то этот же завод, опять-таки, отходит, принадлежит Курченко, да. Вот. И сегодня, то, что произошло сегодня, этого ждали и все активисты, и жители Украины. То есть, это очень большая заслуга наших правоохранительных органов. Политина, на ваш взгляд, для чего и кем затягивалось дело? Ну, я думаю, что заинтересованными лицами, скажем так. Это политический все-таки был вопрос или больше экономический? Это все-таки был, мне кажется, что это был больше политический вопрос, чем экономический. Потому что мы знаем, были постоянно рейдерские захваты, ну, вот, были рейдерские захваты, и под предлогом рейдерских захватов незаконно вывозились нефтепродукты. Куда они вывозились? Кстати, говорят, что Игорь Владимирович Коломойский тоже был причастен к вывозу этих нефтепродуктов. Ну, я тоже слышала, и об этом СМИ писали, поэтому... Ну, там, возможно, было не заметить всю структуру, которую штурмовали его, собственно, были его структуры. Знаете, что, Валентин, я хочу уточнить. Замечательно. Национализировали. Угачавис тоже это делал, честно говоря, народ его любил за это. В данном случае решение правильное, и экономическое, и политическое. Но не станет ли этот НПЗ, как чемодан, без ручки? Что нести невозможно, а выбрасывать жалко. Что с ним будет? Какие перспективы этого предприятия его продадут? Я думаю, что, как заявил генпрокурор, что будет приватизация НПЗ, но, опять-таки, очередной конкурс, да, на котором, я думаю, что выберут достойного руководителя нефтеперерабатывающего завода, потому что это стратегическое предприятие, и все понимают, что оно должно быть в надежных руках. Сегодня был достаточно масштабный брифинг и прокурора, и главного полицейского Одессы. Давайте послушаем прямую речь Олега Жученко. На данный час, уже за подрахунками, официйными подрахунками фискальної службы, збиток, який завданий державе, перевищує 2 млрд грн. На користь держави стягнуто сам нафтопереробный завод, весь комплекс, а це більше, ніж 38 тис. квадратных метрів будівель, адмінприміщень, це більше, ніж 77 гектар земли, це виробничі потужності, та інше майно. Загалом, воно коштує більше, за попередними підрахунками, більше, ніж 200 мільйонів доларів. Добрый вечір. Добрый вечір. Добрый вечір. Добрый вечір. Добрый вечір. как, к примеру, руки сделают. Вы знаете, у нас обычно такие... Руки не дойдут, ну хотя бы, если решили, просто есть. Александр, знаете, что я боюсь? У нас такие длинные схемы, возможно, только при выводе денег в офшоры за рубеж. Такая длинная схема сначала по ряду, а потом что-то сделать. Боюсь, что закончится уже на первом этапе. Ну, посмотрим, понимаете, смотрите, Ярюшек. Ну, если вы помните, что Одесскому действительно не везло, например, мягкого дня. Было много идей, но действительно как-то не реализовалось. Сейчас, честно говоря, я не знаю, где они будут брать нефть. Не знаю, честно говоря. Потому что, ну, всевозможные идеи, которые раньше там, типа, Россия, Азербайджан, по-моему, Нигерия даже такие разговоры были. А без нефти МТЗ же ценность никого не представляет. В этом случае, вы надеяете, что новый собственник что-то придумает? Ну, послушайте... Ну, собственником сейчас является государство, по факту. Да, поэтому это еще про проблематика спридумать. Послушайте, у нас, получается, уже в Одесском регионе, на юге Украины, находятся два, ну, раньше можно было сказать, что это регион образующих предприятия. Это, собственно, нефтепереватывающий завод и припортовый завод. И там, и там проблема с сырьем. Не зависут ли они в воздухе? Я бы не купил, например, эти активы. А вы? Ну, понимаете, здесь какая ситуация? На сегодняшний момент кто-то другой завод отменил. Раз, еще говорю. Конечно, если уже говорить, то они требуют радикальных инвестиций, реконструкций и так дальше. Просто насчет сырья вы правильно говорите. Ну, понимаете, как? Это был кусочек Советского Союза. И сырье предполагало, что будет поступать там из других регионов. Соответственно, на сегодняшний момент, ну, действительно, проблема... Ну, в Украине, грубо говоря, вы нефти для Одесской НПЗ не найдете. То есть, и здесь, конечно, проблема. Про эту причину не знаю. Может, стоит поговорить, ну, провести переговоры с Азербайджаном. Поговорить его, чтобы он продавал нефть, а мы делали бензин. Как вариант? Чего? Хорошая идея. Может, что-то получится. Ну, вопрос НПЗ в Одесском регионе поднимается с 15-го года. Три года длились вот эти вот все разбирательства. На наш взгляд, сегодняшнее решение о спецконфискации – это победа? Ну, частично победа. Не, ну, я скажу, с самого начала было понятно, что Курченко отберут. Тем более, что не забывайте, что он в свое время сам отобрал. То есть, вот, поменяется власть, отберут еще раз. То есть, это нормальное явление по нашей практике. Тут вопрос не то, что там забрали, передали. А вопрос, что дальше. Действительно проблема. Потому что, если он просто будет стоять, то смысл того, что отобрали, никакого. Если за Путик, было бы интересно, конечно. Что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас. Александр Ахрименко, экономист, был у нас на телефонной связи. Было бы не так, конечно, грустно. Но все-таки, действительно, получается, забрать-то забрали. А вот делать-то что с ним? Ну, я надеюсь, что у Одесского нефтеперерабатывающего завода появится новый собственник. Потому что это будет и привлечение, опять же, создание рабочих мест, и привлечение инвестиций. Главное, хороший хозяин. Слушайте, а может быть, имеется выслом объявить международный конкурс, знаете, устроить смотрины. Вот возят же, извините за такое сравнение, у меня регулярно почему-то, я не знаю, создавидное впечатление респектабельного, обеспеченного человека. Меня регулярно приглашают, видимо. Потому что меня регулярно приглашают в туры поехать посмотреть недвижимость. В Болгарии, Турции, Венгрии. Приглашают в туры, вот мы вас везем, показываем недвижимость, коктейли, проживание, поездка за наш счет, возвращаясь обратно. Мы можем сюда возить каких-нибудь арабских шейхов, показывать им эту красоту. Неужели вот... Работать на перспективу инвестиций. Как вам будет такая идея? Вы знаете, это замечательная идея, потому что у нас очень такой, с геополитической точки зрения, очень интересный регион. И я думаю, что мы будем только развиваться. И вот ваша идея с международными инвестициями, это было бы здорово. Я надеюсь, что такой собственник найдется. Задать, слушайте, задачу всем консульствам и посольствам Украины в разных странах пригласить местных бизнесменов и устроить бизнес-тур сюда. Послушайте, здесь станем на Куликовом поле и устроим этот самый аукцион. Почему именно на Куликовом поле? Большое помещение просто нужно. Валентина, вы регулярно присутствовали на судебных заседаниях по вопросу НПЗ. Чувствовало ли давление со стороны третьих лиц? Давление со стороны третьих лиц, да, было такое. Но это буквально на нескольких. У нас как-то с периодичностью такой. Некоторые заседания проходили более-менее спокойно, да, то есть постоянно переносились. А некоторые проходили с какими-то непонятными молодыми людьми, это представители компании Курченко, вот, которые не пропускали активистов, которые хотели просто присутствовать на заседании, то есть всячески препятствовали. То есть такое было. По совпадению, наверняка, как раз тогда, когда приходили эти молодые люди, заседания все же проходили. Заседание, да, все же проходило, именно когда приходили эти молодые люди, хотя очень много было неясностей, потому что нужно было доказать долг, это 14,5 миллионов гривен. И все время это дело затягивали, то есть просили представителя компании предоставить банковские выписки, на что были предоставлены на следующем судебном заседании выписки, которые я называю Филькина грамота, потому что они не были даже заверены печатью банка. То есть распечатки на обычном принтере, и девочка-адвокат сказала, что, ну, то есть вот такое вот мне дали в банке, ну, то есть вы поверите, что вам дадут выписку из банка на 14,5 миллионов гривен, которая не заверена вообще никакой. Послушайте, даже на телевидении, если вы были эту первую ставку, на ней есть печать. Да, то есть это было смешно, на самом деле. Да, я не чувствую. Там, там, станки, оборудование, не была проведена модернизация, там, да, оборудование. Просто расставили в воздухе. То есть они нигде, да, то есть нигде не указаны эти 14,5 миллиардов гривен. Давайте послушаем еще прямую речь Дмитрия Головина, который тоже сегодня на брифинге выступал вместе с Олегом Джученко. Прошу дать прямую речь Головина. Было задержано 19 фигурантов. Задержания проводились как в городе Киеве, в городе Борисполе, в городе Днепропетровске, в городе Одессе. Поэтому 19 человек понесут заслуженное наказание за совершенные преступления. Ну, господин Головин забыл, что никто не может быть признан в совершении какого-либо преступления, иначе как по решению суда. Но то, что 19 задержанных, кто эти люди, знаете ли что-то об этом? Нет, я только услышала это на брифинге, что было 19 человек задержанных. Ну, я вам хочу сказать, что у нас начальник национальной полиции в Одесской области, он человек слова, поэтому он придерживается. Ракуни не имеет право их обвинять, он может быть только подозревать на самом деле. Есть еще... Ну, было сказано, понесут заслуженное наказание, возможно. А возможно и не понесут. А возможно и не понесут. Я думаю, что понесут. Андрей Блинов, экономист у нас на телефонной связи. Андрей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Спасибо за то, что присоединились к работе ДУСКОЕ ТВ. Андрей, как экономист, как вы оцениваете возвращение Одесского нефтеперерабатывающего завода в активы государства? Это приобретение или, извините, это проблемы теперь? Ну, откровенно говоря, как экономист никак не оцениваю, потому что завод, по сути, как не работал, так и не работает. Вы должны понимать, что в данном случае, Бердзей скорее связан с действиями прокуратуры, поскольку об этом сегодня заявила именно прокуратура. В частности, говорит о том, что вернуть одесский МПЗ в государство помог бывший топ-менеджер этого предприятия Дмитрий Веремеев, который одно время занимал пост заместителя генерального директора одесского МПЗ. Ну и, собственно, раскручивается дело против Сергея Курченко. Мне кажется, что это, скорее или менее, связанное с поиском возможных активов прежней власти, либо людей, которые были бенефициарами прошлой власти. Кстати, в отношении Сергея Курченко, буквально меньше, чем за неделю, уже, к сути, два дела возникло. Потому что второе дело, которое сейчас изучается, это вопрос реэкспорта угля через Ростов с территорией неподконтрольной правительства Украины, с Донбасса. Ну и, вроде как, говорят о том, что это также структура из Сергея Курченко. Что касается этого предприятия, то нужно понимать, что до конца все-таки не очень понятно, каким образом государство планирует запустить работу этого предприятия. Ведь известно, что уровень нефтепереработки в стране, к сожалению, является крайне низким. И в целом импортировать топливо получается выгоднее, нежели его производить внутри страны. Но генеральный прокурор сегодня сказал о том, что будет проводиться повторный конкурс на приватизацию завода. Я с вами согласен. Речь идет о том, что в этом заявлении прокурора, хотя, конечно, не он будет принимать это решение, все-таки есть Министерство экономики, есть Министерство энергетики. Они, судя по всему, будут распоряжаться. Я, кстати, не знаю, кто из этих структур будет распоряжаться имуществом этого предприятия, а может быть, фонд государственного имущества. Даже три структуры, которые могут распоряжаться пока этим предприятием, до тех пор, пока оно снова не будет продано. Здесь нужно понимать следующее. Во-первых, судя по всему, структуры Сергея Курсника, которые покупали именно группа ВИТЭК, который купил этот завод в свое время у российского Лукойла. Я думаю, что будет судиться и, возможно, предпринимать попытку через международные суды. Сначала, наверное, будет попытка предпринята в Украине для того, чтобы иметь все основания для международных судебных разбирательств. Это первый шаг. Следующий шаг, и это даже не шага вопрос, украинское государство при этом будет ли пытаться наладить работу этого предприятия как государственной собственности, или сразу в максимально короткие сроки будет его выставлять на продажу. Но вы же знаете, что за последние три года объемы продаж государственного имущества, и считается, всего лишь миллионами гривен, ни один очень крупный объект не был продан. И, откровенно говоря, совершенно не факт, что одежский нефтепринопатывающий завод удастся очень быстро... Ну вот возникает вопрос, учитывая проблемы с сырьем, захочет ли кто-то купить НПЗ? Если да, то я хотел бы уточнить у вас, Андрей, как вы считаете, это последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня, как вы считаете, кто может заинтересоваться в этом объекте? Вот, может быть, это мировые игроки? Понимаете, мы же знаем, кто покупает обычно предприятия, связанные с переработкой топлива. Это в любом случае компании, которые так или иначе связаны с нефтью, с нефтью бизнеса. Это либо как в случае УКР, так, если в случае Кременчуского нефтепринопатывающего завода, это структуры того же Игоря Коломойского, которые всегда интересовали подобные объекты. Кстати, во время губернаторства очень давно господина Палицы был интерес еще в 2014 году, к тому, чтобы это предприятие ушло в орбиту господина Коломойского. Безусловно, я думаю, что могут проявлять интерес люди, которые занимают торговлей топливом. В Украине это может быть кто угодно, от корпораций Shell, так и, например, бизнес, которые мы знаем под видом других заправок, например, Vogue или Oka. Не исключено, что они проявят интерес к подобному объекту. Например, мне кажется, что серьезный игрок может быть Саккар, а не и производят, и транспортируют нефть. Вот вы как правило, я как раз подвожу, что одно основное игрок, которым это может стать интересно, особенно в свете возможной торговли азербайджанским топливом, это именно азербайджанская структура Саккар, которая, как мы знаем, расширяет структуру заправок в Украине. Но ключевой вопрос заключается в югидинджинге, в проверке состояния этого завода. Во-первых, речь о том, что завод требует достаточно глубокой модернизации для того, чтобы производить бензины, обучающие уровни Европят. Во-вторых, нужно понимать, что на сегодняшний день может выясниться, как и в случае с другим одесским предприятием, уже припортовым заводом, что есть огромное количество долгов на этом предприятии, и едва ли не проще построить современный, относительно небольшой нефтеперерабатывающий завод в районе порта, нежели заморачиваться с использованием этого предприятия. Поэтому, откровенно говоря, если вы спрашиваете про мой прогноз, я бы сказал, что все-таки, на мой взгляд, наиболее популярная версия заключается в том, что теперь будут просто тяжбы между бывшим собственником и государством украинским, а вопрос приватизации, несмотря на регулярные заявления украинских чиновников, он будет отложен, как и многих других предприятий, достаточно в долгую корзину. Не исключено, что на ближайшие пару лет, по крайней мере, пока даются боевые действия на территории Украины, большого спроса на подобные объекты уж точно не будет. И, кстати, не исключаю, что это может стать в перспективе тем объектом, который будет продан, ну, очень дешево, буквально за одну гривну, лишь бы он работал, а государственному бюджету вернули те долги, которые имеет это предприятие. Андрей, благодарим вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Андрей Блинов, экономист, был у нас на телефонной связи. Ну, действительно, как сказал Андрей Блинов, что, возможно, продолжатся тяжбы между бывшими владельцами НПЗ и государством. Будете ли вы, как представитель секретариата БПП, каким-то образом продолжать участвовать в борьбе за НПЗ? Да, конечно, у нас юристы наши постоянно держат это дело на контроле. Если начнутся судебные тяжбы, то обязательно на заседаниях. Не могу сказать. Нет, не если, а не обязательно начнутся. Просто никто не отдаст такое предприятие. Я думаю, что это нас ждет в ближайшее будущее. Я так думаю, что это в ближайшей перспективе. А вот как только начнутся судебные тяжбы, опять-таки подключатся народные депутаты Украины, а также наши юристы, активисты, мы будем держать этот вопрос на контроле. Почему так заинтересовало именно НПЗ? Ну, потому что это стратегическое предприятие, во-первых, и оно находится в Одессе. Нам не безразлична судьба наших, скажем так, сограждан, которые работают на этом предприятии. А также мы заинтересованы в том, чтобы это предприятие работало тогда, и экономика страны, и Одесса. Это огромное количество рабочих мест, на самом деле. Что сейчас, собственно, с теми людьми, которые работают на НПЗ? Ну, насколько я знаю, они постоянно находятся в вынужденных отпусках, и у них долг заработной платы порядка 23 миллионов гривен. Сколько это человек приблизительно? Честно, не подскажу. Ну, сколько я знаю, человек 300, речь шла где-то в таком количестве. Такое число людей остается на данный момент без зарплаты. И это еще не полная рабочая смена, на самом деле полная рабочая смена в 3 раза больше, насколько я знаю. Да, потому что людей заставляли подписывать заявление. Это тот необходимый минимум, при котором завод можно было содержать в замороженном состоянии. И 4 часа рабочий день, то есть полрабочего дня люди выходили. Ну, давайте послушаем еще один фрагмент прямой речи от одесского прокурора. Прошу вывести в дело. Суворевский районный суд города Одессы постановил обвинительный вырок стосовно одного из фигурантов, одного из организаторов злочинной схемы, связанной с нафтопродуктами, всем известного Сергея Курченко. Прозвищем Веремеев, в связи с співпрацей с следствием, вказанный фигурант, засудженный до 5 лет позбавления воли с годом испытательного термину. Ну и, соответственно, он еще, кроме того, сплачевал отшкодование своими же властными коштами. Однако, год испытательного срока, возможно, потом приговор со всеми берут. Но самое интересное, что 14,5 миллионов гривен человек обещал, собственно говоря, возместить. Вот такое было условие сделки, как рассказывает сейчас он в Генпрокурорской области. Ну, я, честно говоря, первый раз об этом слышу, что 14,5 миллионов гривен, я себе могу представить только масштабы воровства на данном предприятии. Может, если человек согласен возместить ущерб? Да, человек согласен возместить 14,5 миллионов гривен. Как посчитали эксперты, убыток предприятия нанесен порядка 2,5 миллиардов гривен. Ну, то есть у человека простого я не думаю, что найдется даже у директора какого-то предприятия. Послушайте, у нас вот бывают же жены любящие, это доказали совсем недавно. Это правда. Ну что ж, Валентина, благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Валентина Шульц, руководитель секретариата Одесской территориальной организации партии БПП «Солидарность» была нашим гостем. Мы подводим итоги сегодняшнего голосования. Напоминаю, спрашивали наших телезрителей, как надо бороться с кнопкодавами. Три варианта ответов было лишать мандата. Считаю, 39% дозвонившихся административно, 24%, уголовно 37%. Ну, информационные итоги этого дня подведет Ксения Терзи. Мы прощаемся с вами до завтра. Ровно в 15.00 студия начнет работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мира вашим семьям, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова